Всем привет! Котвицкий Леонид. Ой! Значит, сейчас я, как видите, с мотоблоком, с фрезами. Почему? Я на том участке, где я недавно заделывал сидираты активными роторами, так, ну, слегка заделывал, потому что они слабенькие, чахленькие, так. Вот эти получастка задеянные, заделанные, да, частично, вот, перебитые, а дальше половина не осталось. Только сейчас я на него выбрался, но это уже все в этом году будет. Больше сюда не надо потыкаться до весны. Ну, и надо его доделать. И мне еще тогда писал человек один, что, мол, зачем вы этими роторами, если это все легко делается фрезами. Вот, покажу. Здесь вот такие есть. Конечно, я вычесал немного граблями, но есть вот такие вот длинные стебли, да, какие свежие, какие засохшие. Но есть и стебли, и корни, соответственно, там. Вот, и возникает вопрос, а почему это не сделали фрезами? Пишет мне человек в комментариях, мол, нет проблем, говорит, я точно так же работал фрезами. Если и наматывается, то немного, если намотается, то все равно потом отбрасывается. На хорошей скорости нет проблем для такого мотоблока. Ну и короче, вот я всегда за любую движуху, за любые испытания, так, и вообще за любой типиш, кроме кладбища, и валидова. Так, значит, попробую. Почему я даже не пробовал? Потому что у меня предыдущий мотоблок Техас мотокультиватор, вот, для него это была непосильная задача. Он очень быстро заматывался, отбрасывал не так уж и много. Вот, все равно это намотано и его тормозило, и редуктор у него мог полететь моментально. Понятно, что этот мотоблок ДТЗ 570БН, он мощнее, тяговитее, и скорости у него больше, так, есть переключатели скоростей. Но все же, фрезы есть фрезы. Все-таки ротор, он сам по себе самоочищаемый. То есть, вот, ротор, ему не на что зацеплять. Так, ну, кое-где, чуть-чуть, что-то здесь вот может на серединку цепляться. А так, ему особо зацепляться незачем. Он гладкий, он этой гладкой стороной режет, и что срежет, что снес, что сбрасывает. Правда, у меня роторы слабенькие, я их потом уже переделаю на более мощные полосы. Это уже будет зимой. Поэтому не такой уж эффект. Но, ну, почему не пробовать фрезами? Ну, попробую. Так, я взял с собой и роторы. Если не пойдет этим, я надену роторы, доделаю ими. В общем, это коза за любую движуху. Так, как работают фрезы, меня учить не надо, так это я прекрасно знаю. Вот, но в целом, фрезы не любят растительных остатков. Фрезами по сидератах, по растущих идти вообще, насколько я знаю, невозможно, это будет забиваться люто. Вот, роторами? Нет, роторы по растущих сидератах идут, они как раз их перебивают поперек стебля и заделывают в почву. По лежащих же стеблях уже не то. Лежащий стебель, ротор его гладит, просто причесывает, он лежит и он вдоль этого стебля просто гладит, чешет и не заделывает так. Вот, но он хотя бы не так забивается. А эти, ну, знаю, что любят забиваться. Ладно, пробуем. Идем сейчас на тот участок, я поставлю камеру туда и будем смотреть, что там гадать. Так, и начну отсюда с серединки и вот так, чтоб камера все видела, 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 где-то вот так сбоку мы поставимся. Сейчас подправим наш горизонт. Вот, примерно будет видно, как я буду ходить, вот, а потом я покажу конечный результат, насколько будут забиты фрезы. Так? Ну, что, сейчас подъезжаю и начинаю. Субтитры сделал DimaTorzok что скажу. Значит, выводы такие, выводы двух, две вещи, я скажу. Ну, смотрите, да? Все-таки, мне кажется, тот человек недооценил количество зелени, да, которые на этом поле. Я понимаю, что если зелени немного и кое-где там попадаются метровые стебли, то это не проблема кое-где эти стебли выбросить. Это да. Но, видите сами, да? Значит, без расчистки здесь не обойдется. вот, что, правда, правда, что радует. Так что, у нас до самого вала не доходит, так вот не наматывается навал, потому что навал это уже очень неприятно потом его отдирать. Вот, но, здесь все-таки придется расчищать вручную. Вот, на этой левой фразе еще так себе, а на правой уже покруче. Так, да, что нравится, конечно, что нравится, это скорость работы. Раз, на четырех фрезах, на второй скорости, третью я включать не буду, потому что еще не прошла обкатка, я не стану третью на тяжелую вот такую работу с наматывающейся зеленью и прочим-прочим ставить третью я не буду никак. Вот, но это принципиально не изменит. Понимаете, количество, количество вот этой зелени слишком высокое. Я понимаю, фрезы имеют такую фрозу, форму саблевидную, так что они в какой-то мере самоочищаются. Вот, фреза здесь у нее как бы, если бы она шла поперек, она бы шла вот так, вот так. Она загнута назад фактически. Ее изгиб идет назад, поэтому она постепенно счищается и отбрасывается. Но все же не на такое количество зелени. Так, седераты выращиваются именно ради зелени, так, чтобы побольше этой зелени выросло. Это длинные стебли я еще оттащил в сторону как бы на навоз, но тем не менее осталось зелени еще очень много. Вот, ее надо заделать в землю, почву, и таким образом она тогда приносит пользу. Но все же, да, соответственно, для фресс, ой, что за гадость, это проволочка, для фресс все же это неподъемное количество. Я позже пройдусь с роторами и мы сравним. Но, что хочу сказать про сам мотоблок, для него это, конечно, нагрузочка как бы детский лепет. Еще бы, еще бы, еще бы, я мотал, мотал, мотал и таки бы, домотался до такой степени, что уже перестало бы зарываться и уже стало быть оживой мотоблоку, но пока что есть что отдирать, набилось немало, но для него это действительно легонечко. Что я хочу сказать, мы все-таки, да, еще что нравится, это, конечно, глубина. Так, роторы, те мои слабенькие роторы, они глубоко не берут, а вот эта штука идет на глубину. Роторы, в целом, еще полезнее тем, что они больше выравнивают площадь, конечно, когда они справляются со своей работой, вот, и они еще более прополочную функцию имеют, потому что между фрезами все же отверстие, так, и много сорняков между фрезами остается. Они прорыхливают хорошо землю вглубь, но прополочная функция слабее. Что я сделаю? Я все-таки здесь, вот я вытащил руками часть, да, сейчас я пройдусь до конца этот кусочек, пройдусь до конца, благо очень быстро работа идет, это нравится. Вот, пройдусь, значит, я это самое, это самое очень быстрое, так, а потом, там, по тому кусочку, я надену все-таки роторы, и пройдусь роторами, чтобы загладить площадь. Возможно, это будет оптимальный вариант. А вот этот кусок, что остался, не тронутый пока, вот от черного до края, этот кусок я, значит, попробую самими роторами. Ну, своими слабенькими, но все же попробую чисто ими. Ладненько, доделываем дальше фрезами, так, а потом делаем то остальное, что я сказал. Так, поднимемся выше, идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, я сейчас покажу разницу. Смотрим на эти роторы, да, ну, что-то там внутри, да, вот там вот, возле редуктора, там чуть-чуть что-то набилось, да, на самих роторах как видим. Немножко что-то налипает, земля мокрая, вот, но оно все как раз очищается. Навал вот сюда, оно не наматывается, так. Даже если очистить, то это легким движением руки очищается все. Вот. Ну, и площадь уже другая. Уже здесь вот этот кусочек, так, пройдено дважды. Там идет фрезы. Здесь уже идет ровненько, так, след отсошника виден, так, только и след отсошника. Сама площадь становится ровной. Так, здесь, здесь мы видим, да, ямы, более все такое перекомсанное, вверх-вниз, так, ну, опять же, так, здесь уже опять ровнее. Ну, следы ног, но сама полоса идет вот, вот пройдена, а вот это еще после фрез. Видно разницу? То есть фреза, она больше в глубину и больше на перебивании именно земли, а вот по растительным остаткам и на выравнивание, и на выпалывание этих сорнячков тут уже гораздо лучше идут активные роторы. И я, пожалуй, даже сейчас сниму, что, ну, это только тем, кто не видел этого инструмента вблизи, то я сниму, как, как выглядит работа его. Ну, с фрезами понятно, как выглядит. Они, каждая заходит в землю, бьет вот так, а между ними, там на них наматывается вот эта зелень. Как же выглядит здесь, когда ты работаешь на скорости? Заводимся. Смотрим вот туда, да, или сюда. Здесь видно край. Добавим оборотов. Картинок. Добавим оборотов. Звучит музыка. Звучит музыка. То есть видим, да, все движение в ней происходит вот так по кругу. По кругу перебиваются вот эти сорнячки, где нацепляются, где что. Но внутрь это все не летит, и наматываться никуда дальше лезвий не намотается. Единственное, что вот туда, возле редуктора, часть все-таки попадает, потому что там лезвий нет. Вот туда только может что-то попадаться. Но на самом роторе, если он не имеет никаких там дополнительных зубцов, как у меня было, вот, все происходит вот здесь по кругу движение сорняков. Вот. За счет этого он лучше выравнивает площадь, лучше выпалывает, потому что это идет сплошное лезвие без промежутков, и оно швырк и перебило все, что растет. Но за счет этого они хуже зарываются вглубь. Чтобы они лучше зарывались вглубь, вот, то, конечно, надо им, ну, надо и они, чтобы были тяжелее, там, более мощные лезвия, углы. Там есть нюансы, я зимой, когда буду делать, сделаю, какие они должны быть. Потому что это покупные, здесь чуть-чуть переделанные. Вот. Вот. А то уже сделаю, как бы, как бы оно должно быть. Ладненько. Доделаю я эту площадь, а потом попробую все-таки тот кусочек. Так, как я делал первый раз, но теперь у меня роторы без этих всех зубцов. Здесь, конечно, будет хуже, потому что здесь уже идешь не после фрес, то есть, идешь, по сути, по твердой земле. Вот. Ну, посмотрим, пойдет, не пойдет, как пойдет. Как видите, слабенькие даже роторы, они далеко не такие аж хорошие. Они для вот такой ситуации, они лучше работают, чем хорошие, мощные, там, фрезы. Фрезы – это хороша вещь для пахоты. Я вообще сейчас уже плугами не пользуюсь, мне фрезы устраивают для пахоты прекрасно. Вот. Но вот для ситуации заделки, заделки зелени, даже слабенькие роторы уже лучше. Так, особенно для них хороши еще, если площадь такая в ямах, там, и так далее. Особенно после копки картошки, вот такое все бывает волнами. Они очень хорошо выравнивают. Сейчас покажу еще кусочек после копки картошки земли, где я прошелся именно роторами. Вот огород, который был пройденный, как обычно, с мурчиком прибежал. Вот огород, который был пройден активными роторами после картофеля. Ну, после картофеля, знаете, какие борозны остаются, да? Вот теперь, каким стал огород. Видели, да? Хладенько. Сейчас доделаю этот кусок. Я уже не буду снимать, доделаю. А вот когда начну этот кусок, твердый, вот, тогда продолжим съемку. Начинаем эту твердую площадь. Здесь уже так быстро весело не будет, но это не весна. Так, мне не надо прорыхлить на 20 сантиметров там или 15. Мне надо сейчас перебить эти сидираты и сорняки, которые между ними, чтобы они уже начали гнить. Так, задача сейчас более перебить и смешать хотя бы частично верхней твоей почкой. Ну, пробуем. Надо сказать, работает довольно быстро и ими, только не настолько глубоко, как фрезы. Зато не забиваются так. Сейчас я пойду вот эту одну проходочку, сейчас я пойду обратно, постараюсь пройтись те же полосы, что я шел, но в обратную сторону. Вот. Ну и тогда посмотрим, посмотрим, так что будет. Ну, камера не захватывала все, что я проходил. Вот, лишь кусочки. Ну, не суть. Ну, вот, смотрите, остальная площадь теперь не отличается от той половины, что здесь пройдено и заделано, что там пройдено и заделано. Хотя буквально там в глубину, когда шел фрезами взято глубже, они больше разбили. Вот, но они там и больше наматывались так. Не больше наматывались. Здесь практически нечего снимать. Ну, вот, как обычно, налипшие что-то там на валу, посмотрите, нет ничего. Вот, значит, здесь не особо даже что чистить. Вот. Ну, след от последнего сошника посрединке. Так, а так. Площадь выровненная. Зелье частично заделанное. Так, значит, где вот кажется, что оно торчит, вот кажется, оно торчит, оно как бы растет из земли. Нет, оно не растет. Оно либо перебито, либо вырвато с корнями. Значит, это, оно не растет. Оно просто, просто еще торчит. Если влажное, то есть уже засохшее, так, то его больше вырывало с корнями, роторами. Если что-то зеленое, то его перебивает, потому что зеленое легонько перебивается. Оно пересеченное без корней. Ну, что-то может и взойдет. Вот, уже здесь корешка-решка нет. Что-то может и взойдет, но большая часть выбита. Вот, и оно себе будет гнить теперь. Оно довольно быстро перегниет. Весной тут уже будет, как унавоженная, хорошая такая мягкая земля. Вот. В том и смысл сидиратов и заделывание их. Плюс часть, верхняя часть у меня еще сгребнута. Она перегниет, как навоз. Просто перегниет, потому что слишком длинная и высокая перегниет вот эта куча. Вот. И тоже будет весной заделана дополнительно. Я заделывал обычно этими же активными роторами. Размер кучи, можете представить. Вот, мядя на меня, сколько это навоза, по сути. Да, вот. Хотя, лучше это все делать в течение лета этими же роторами. Вот так подросло, там до сантиметров сорока, так, ну, до полуметра. Подросло, и этими пришелся прямо по растущим сидиратам и заделал. Если они еще своих семян не насыпали, значит, перед тем, как заделывать, рассыпал семена, прошелся, вот, и взошло, пошла следующая волна. Ну, у меня с предыдущим это блоком были мучения, поэтому я попробовал им работать. Мне тут, как начал дереть редуктор, я понял, что все, развернулся и домой. Значит, и тем не менее, это ничего, оно свою пользу принесет этот участок, мне и садить не было на нем, чего сейчас. Многие подказывались от земли, земля у нас не очень плодородная, регион тоже далеко ни Одесса, ни Херсона, значит, многие побросали, и я вот этот, как бы, взял, но садить мне на нем особо не было ничего, я его пустил под сидирацию. Это к слову. Еще к слову. Кто в прошлом видео мне писал, Леонид, наведите порядок на огороде. Я думаю, это связано с вот этими вот зарослями, кто увидел, да, вот эти вот все заросли. Так вот, эти заросли, это не мой участок, видите, я вот здесь вас сделал, а дальше это идет не мой участок. Здесь соседи, ну, положил я на их участке эти сидираты гнить, но, вы видите, они им не занимаются. Я предыдущие годы косил, 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 а потом задолбался это все косить. Сколько же я буду чужое косить? Вот, и вот так оно заросло, они им не занимаются, это не мой участок, так, которым я занимаюсь, вот он, так, вот он так сейчас выглядит. Ну, и, и, выводы, да, значит, все же, активные роторы, даже плохонькие, они лучше идут для работы по органике, вот, и это легче для самого мотоблока, вот, а если их еще, ну, либо купить сразу мощные, и с нужными углами, со всем, либо доделать, что я зимой сделаю, то тогда они вообще, это песня, ими работа, вот в таких условиях избытка органики. Фрезы, хороша штука для рыхления вглубь, но для таких условий, как видите, да, они тоже быстро идут, глубоко идут, площадь, правда, не так выравнивают, но выдирать придется вручную, они самоочистятся, в таком количестве органики не могут. Ну, и насчет мотоблока, мотоблок тащит, что фрезы, что роторы, это для него не нагрузочка, я не слышу, не слышу ни нагрева редуктора, я сколько не щупал этот редуктор, я ни разу еще в нем не чувствовал нагрева. трансмиссия, вот, трансмиссия, да, здесь уже теплее, тепло, не горячо, движок тоже нормально, вот, скорость, он дает хорошую скорость, и одновременно тягу, это я работал на второй скорости, даже мне не пришлось третью передачу включать, я и не хотел, но и не пришлось. На второй, на высших оборотах, он шпарит прекрасно, выбивает, сечет, я переживал, чтобы этих пляшек мне не повыгибало, потому что, были случаи, ну, это дешевые роторы, да, слабенькие, вот, но, тем не менее, и они справляются, пока что, хайно, я их переделаю на хорошие, на мощные, с некоторыми еще нюансами, посмотрим, как тогда оно будет тащить, а мотоблок тащит прекрасно, для него, тут большой запас мощности, тут не сделано так, что все впритык, впритык, да, чтобы только-только не перегрузил, нет, большой запас, и его хватит, хватает и хватит, это видно, вот, ну, что ж, надеюсь, разницу между, в работе роторами и фрезами, так, в таких вот условиях, после сидиратов, я показал, понятно, наглядно, думаю, видите, да, ну, и даже мощный и скоростной мотоблок, но все же, если слишком много органики, видите, это не спасает, вот, скорость скоростью, но, если органики больше, чем почвы, ну, так грубо говоря, то, все же она начинает брать вверх, вот, а на роторах, нет, на роторах это не проблема для них, так, они на это рассчитаны, вот такая штука, все, надеюсь, достаточно понятно, все четко показал и рассказал, надеюсь, был полезен, всем пока, пока,